Вот объясните в Светову, почему Российская империя это круто, а Николай Второй не мудак. Ну, давай, попытайся. Нет, Российская империя, безусловно, ну как, Российская империя на протяжении скольки там, в 21 году она образовалась, да, 140 лет из скольки, из 196 в ней действовало крепостное право. И, собственно, это уже говорит о том, что Российская империя, ну, по крайней мере, не во всех отношениях круто. Крепостное право это точно не круто. Хотя, с другой стороны, можно дальше сказать, что в Дании отменили крепостное право в 1848 году, и отличная страна, и все в ней замечательно. Кроме того, что Леваков много. Вот, а так-то, в принципе, страна, значит, приятная, хорошая и так дальше. В Российской империи, конечно, было много чего плохого. Российская империя, ну, там, для меня является каким-то путеводной звездой не потому, что она была идеальным государством, да, в ней там было очень много всего нехорошего, просто потому, что по сравнению с тем ИГИЛом, который пришел после нее, коммунистами... Не тот канал, на котором нужно оспаривать. Да, нет, а я в этом и говорю, что я не собираюсь защищать Российскую империю во всех отношениях. Я просто хочу сказать, что по сравнению с тем, что пришло после нее, Российская империя, конечно, это замечательное, совершенное и великолепное государство. Все познается в сравнении. Значит, какие-то институты Российской империи, отдельные институты Российской империи, ну, например, система государственной службы, в которой было там, например, четкое продвижение в зависимости от образовательного уровня. Сегодня у нас там вообще нет, в советское время не было никакой связи между уровнем образования чиновника и его, значит, карьерным ростом. Да и сейчас, в общем, его особо нету. Да, в отношении, например, коррупции. Когда пришло к власти временное правительство, они посадили всех министров и начали их расследовать, и начали искать факты коррупции. Временному правительству это нужно было как воздух, чтобы себя ликвидировать. Они не нашли. Они у министров не нашли коррупционных каких-то оснований их посадить. У министров. Ну, естественно, это не значит, что коррупции не было вообще. Коррупции везде угодно. Ко мне на канал периодически приходит Фарид Хусаинов, которого, я думаю, очень хорошо знаешь, и он очень подробно рассказывает про факты коррупции, про стрессы тяжелезных дорог. Это было в больших масштабах при Александре II, в очень больших масштабах. Это действительно так, эти факты известны, они задокументированы. А Российская империя смогла это, в общем, перебороть, по большому счету. К началу Первой мировой войны, ну, там известное дело Сухомлинова, которое во многом, очень во многом было раздуто, но в целом у министров не смогли найти каких-то очевидных признаков коррупции. У них были очевидные привиления при этом. Ну, слушай, в конце концов, министр, который, не знаю, там, дошел до министерского поста, там, закончив какое-нибудь училище правоведения лицарско-сельской лицей, ну, да, у него уровень образования, если бы он пошел в частный бизнес, наверное, он бы зарабатывал намного больше. Это как Витте, который перешел на государственную службу, потеряв в деньгах несколько раз. Ну, нет, здесь есть определенные... Хорошо, я не настолько знаком с историей коррупции в политическом империи, давай про Николая поговорим. Ну, что касается Николая, да, ну, самая главная претензия к Николаеву, в конце концов, при нем произошла революция, да, и это уже, в общем, во многом подрывает его легитимность. Но, с другой стороны, ну, например, Кровавое Воскресенье, да, расстреляли толпу. Ну, извините, даже самые эсеры, которые были в этой самой толпе, признают, что они предварительно ограбили церковь, чтобы вперед толпы послать людей с хорубьями. И потом мирную толпу, вот, в которой впереди идут грабители, ну, как бы сами власти говорили, что первыми начали стрелять из толпы. Эти эсеры говорят... Смотри, ты сейчас как раз делаешь то, что делают сектанты. Извини меня, пожалуйста. Ты выносишь моральное суждение и оправдываешь политическую ошибку. Так. И претензия к Николаю моя, по крайней мере, может быть, мои зрители ее не вполне понимают. Моя претензия в том, что человек совершил такое количество политических ошибок, что они привели к революции. Ты можешь быть сколько угодно прав, но если твои поступки приводят к графу... Я с этим не согласен. Так я про это с самого начала и сказал, что главные претензии к нему, в конце концов, при нем случилась революция. Она же не случилась, просто она не случилась сама по себе. Это правда. Она случилась в результате череды ошибок. Ну, значит, что мне нравится в Николае в том, что это был, не знаю, например, образованный человек. Хорошо образованный, значит, человек. У меня, в принципе, после него не было ни одного хорошо образованного человека в главе страны. Вот эти замечательные истории про то, что Сталин читал там 100-500 страниц в день. На самом деле известна, значит, библиотека Сталина. И там известно, значит, в книжках, которые он читал, он ставил пометки. Эти книжки почти исключительно книжки Ленина. Кроме Ленина, только ничего не читал. А дальше уже началось про то, что он читал по 500 страниц в день. Да, о том, что он разговаривал с какой-то делегацией из Германии и рассказал им там про особенности металловедения. Человек с образованием там, который не закончился. Слушай, ты сейчас со мной говоришь как с чуваком, который... Ну, хорошо, ладно. ...ощущает левых. Нет, мой тот тезис в другом. Во-первых, сам факт того, что Николай был хорошо образован, это не говорит ничего о правильных способностях. Нет, я согласен. Потому что есть образование и есть, если угодно, ум. Вот он скорее, на мой взгляд, подпадает под понятие вот этой образованщины. Да, он много чего читал, но ничего не понял. Если я его понял, другим правительством бы был. Не знаю, может быть, может быть. Нет, ну, на самом деле, при Николае происходило много образовательной реформы, про которую вообще ничего в учебниках написано. Хотя при нем, там, например, расходы на образование выросли, по-моему, восемь раз за его правление. Да, восемь раз выросли расходы на образование. В реальном выражении. Очень хорошо, но это ничего не значит. Вот. Нет, ну, мне, по крайней мере, нравятся какие-то отдельные его черты, которые, опять же, в сравнении с тем, что у нас было после Николая. Здесь я выступаю просто как... Просто, понимаешь, я почему выступаю всегда против сравнений, потому что, ну, снизу всегда могут постучать. Это вот сравнивать с худшим, особенно в контексте истории, там, России 20 века, это, ну, плохая процедура. Нет, я с этим согласен. То есть Николай не является каким-то, там, героем моего романа, да, если уж так сравнивать. Я даже не знаю, кого, кто у меня из персонажей российской истории вызывает наибольшую симпатию. Ну, Столыпин, но тоже с оговорками, там, вполне себе серьезными. Так-то я даже не могу сейчас придумать кого-то такого очевидного героя, вот, который мне казался бы таким вот рыцарем без страха и упреки. Сейчас не получается придумать такого персонажа. Вот. Да, Николай, опять же, ну, на этом фоне, да, Николай... Ну, у всех есть какие-то... На солнце бывают пятна. И на этом фоне, да, Николая я воспринимаю как положительного персонажа именно на фоне того, кто был его оппонентом. Ну, это мое представление. Ну, я понимаю, нет, я же, я с твоей аргументацией согласен, но я не согласен с выводом, который ты делаешь, потому что есть смысл очень легко сравнивать с Советским Союзом, потому что на его фоне, понимаешь, выгодно выглядят более-менее все. Так даже Борис Николаевич Ельцин. Ну, наверное, хотя Борис Николаевич Ельцин сам плоть от плоть этого режима, по большому причину, да. Как, не знаю, как, не знаю, политический какой-то деятель, ну, наверное, в каком-то смысле, да, он лучше, чем... Уж точно лучше, чем Сталин, потому что все, что угодно лучше. Видишь, как... Только пол... Очень... Поэтому нельзя, нельзя сравнивать. Наверное, в сравнении со Сталином, там только полплотно хуже, да, потому что, ну, как бы... Ну, Мао Цзэдун... Ну, на самом деле, Мао Цзэдун не успел такой, значит, процент, например, элиты перебить. Элиты, но людей перебил. Хотя Мао Цзэдун тоже, конечно, активные элиты перебивал. Нет, ну, в абсолютных количествах, а если в процентных, то, в общем, Мао Цзэдун таких политических репрессий, как Сталин. Ну, там, мы, на самом деле, не знаем, сколько там от голода погибло в итоге. Это правда, да. Не, ну, так-то Фидель Кастро, в общем, он чемпион в этом отношении. При нем там такие были репрессии на Кубе, что, мам, не горюй. Вот. Хорошо, что подох. Значит, туда и моя дорога. Жаль, что так поздно. Вот. Значит, дело-то в том, что я не вижу... Ну, то есть, я не идеалист, я не хочу искать какого-то абсолютного, значит, замечательного персонажа. Значит, у меня был такой преподаватель еще в школьные годы. Он меня готовил, ну, он не меня готовил, там, нашу команду от Краснодарского края на Олимпиаду по истории. Олимпиаду по истории я, правда, продул, потому что мне уже не было интересно в 11 классе истории, я уже там экономикой занимался, значит, общественными науками. Но он, значит, когда его спрашивали, а вот какой персонаж в истории вам наиболее симпатичен, он говорил, не Тередат какой-то, царь Понта, вот в каком-то там втором веке, первом веке, уже не помню. Все остальные такие уроды были. И, в общем, мне это запомнилось, да, что, в общем, по сравнению, ну, вот был там какой-то в первом веке Тередат, и как-то больше... Если вам нужны ориентиры, то это отцы-основатели, и отцы-основатели это прям было круто. Никому так не повезло, как американцы. Ну, отцы-основатели реально были крутыми. То есть, в таком периферийном государстве вдруг образовалось огромное количество умных, отлично образованных, они ведь отлично знали классику, отлично образованных, волевых, сильных людей. Ну, конечно... Вот этого не хватало в России в 20 веке. Да, наверное, у нас вот такие люди начали появляться где-то вот как раз в начале 20 века, и они оказались вот, значит, задавленной кучей вот этих Пуришкевичей и всех прочих интересных персонажей, революционеров и всего прочего. Вот такие люди, да, действительно, они у нас начали появляться, такие вот, ну, действительно, титаны как-то слишком поздно. Как-то вот у нас в начале 19 века появился какой-то спиранский, который там, ну, хоть что-то, да, и то его, значит, задавили. Да, нам бы, конечно, отцы-основатели где-нибудь в то же самое время не помешали бы. Ну, отцы-основатели-то были революционерами, я понимаю, в чем дело. Ну, да, но... И такой склад характера не расцветает в другой стране. Ну, знаешь, в этом смысле можно сказать, что и Столыпин тоже в каком-то смысле был революционером, если посмотреть на его аграрные реформы, да. Нет, нельзя, нельзя. Ну, может быть, может быть, может быть, ну... Чтобы быть Столыпиным, нужно быть лоялистом. Это да, это правда. А отцы-основатели-то лоялисты не говорят. Ну, да, наверное, да, наверное, наверное, наверное. Ладно. Но, с другой стороны, знаешь, в это же время во Франции были веселые люди, которые тоже были революционерами, и там, значит, урод на уроде. Ну, слушай, ну, Франция... Франция, в принципе, мало чем отличилась положительным. Ну, до... В нем нет, но все-таки Франция великая культура, как-никак. Великая. По другим причинам, но не будем сейчас про Францию. Давай сейчас... Я хочу, на самом деле, чтобы запустить дискуссию, хочу прочитать сейчас быстрые донаты. Тут много коротких. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. О, представители...